Депутаты городского собрания Сочи внесли изменения в устав города. Они проголосовали за то, чтобы в Сочи был установлен муниципальный контроль за системой теплоснабжения. Другими словами, контроль за реконструкцией старых и строительством новых сетей. Это позволит создавать на курорте надежное и эффективное теплоснабжение. Еще, согласно измененному уставу, муниципалитет может пользоваться услугами независимых экспертов для оценки эффективности работы организации медицины, образования и спорта. Независимая экспертиза теперь будет делать оценку эффективности работы этих учреждений. А, соответственно, через эту оценку и будет даваться оценка деятельности руководителей этих учреждений по оказанию услуг населению. Также сегодня депутаты городского собрания Сочи внесли изменения в бюджет города. Утвердили более 47 миллионов рублей, полученных из края в виде субвенций и субсидий. Из них 30 миллионов рублей пойдет на восстановление дорог после оползня. Вновь депутаты решили поддержать коммунальное предприятие САХ, спецавтохозяйству выделено 69,5 миллионов рублей, чтобы не было перебоев с вывозом мусора за пределы города в летний период. Мы практически каждый месяц рассматриваем вопросы, именно связанные с работой нашего САХа, о том, какие меры принимаются. Сегодня вы увидели реальный ответ о том, что да, то, что делается по тарифу, это, например, будет 80%, а 20% средств все равно не достает, потому что есть у нас отдыхающие, есть у нас в бросовой действительности мусор, который есть, там на субботниках собирает, еще который, который не заабонирован. И также, как в любом городе, возьмите бюджеты любого, и тоже города Краснодара и так далее, там везде указано на вывод стихийных куч, то есть там, где он не в тарифе находится. Хорошая новость для молодых семей с этого года на счет действует соответствующая жилищная муниципальная программа, а это значит, молодые семьи получат долгожданные субсидии на приобретение своих квадратных метров.